алё всем привет всем здравствуйте подписчики я попрошу сегодня девочек покинуть эту трансляцию в течение 10 секунд потому что есть шанс смерти от оргазма как только я включу веб-камеру поэтому девочки но я предупредил реально да то есть ну все ваши секунды последней жизни может быть ваша жизнь закончится очень приятно но я бы хотел бы чтобы у меня все-таки продолжали смотреть до моей трансляции поэтому я попрошу вас сегодня покинуть эту видео трансляцию ну и алиса включи эпическую музыку но это я даю время чтобы девочки покинули трансляцию чтоб не умереть от оргазма алиса спасибо всем здрасте они алиса включи музыку из игр алиса включи музыку из видео игр ну games типа игры включаю кейт паула кого блять ты ебанулась алиса включи музыку из игр легко для вас музыка из видеоигр ну короче рассказываю да сегодня меня пригласили на съемки клипа от ура да вот от ура группа с которой пекарня записано с которой записанные пиглины меня пригласили говорят возьми свой костюм сутенера и ты вообще должен быть будешь мега эротик мэн да но такой типа жесткий и блять мне но я сейчас тоже в тоналке если чё держу в курсе но она уже чуть подслезла мне что-то я закрыл глаза мне что-то сделали я открываю блять а я лет на пять младше может быть даже на 7 я думаю ебать я секс захотел себе операцию ебнуть вот и не знаю ну ладно я уже похуй не спалю по моему костик рассказывал он ходил себе вот здесь вот короче капилляры видно и из-за этого кожа такая чуть более синяя и туда вкалывают какую-то хуйню и у тебя кожа поднимается чуть-чуть от капилляров и из-за этого ну ты сразу моложе выглядишь я подумал себе такое сделать реально но мне сказали то что у меня уебская кожа какая-то сухая шелушится но это правда у меня последнее время что-то с лицевой кожей на счет такое я говорю вот это вот девочка мне делает стрижку я говорю мне надо чтобы у меня волосы эрогированные были да ну как эрогированный половой член до типа чтоб стояли у меня волосы вот я говорю мне надо чтоб эрогированные были волос они горит что такое эрогированный вот я говорю все понятно мне нужно просто чтоб ну повыше были волосня я говорю я там должен быть самой главной звездой как бы на съемка клипа до приезжаю домой говорю соня быстрее меня собирай гладь мне рубашку там взял шубу надел трусики вот эти вот с подтяжками они не пригодились кстати я ну просто спросил нужны ли трусики с подтяжками мне сказали дурак что ли но я их надел на всякий типа может быть нужны будут трусики мои вот эти вот новогодние красивые но они решили не не брать мои трусики в кадр вот и мы там короче снимались и и я там был и без шубы и без всего я там был я там был в шубе был вот в этой рубашке я был такой охуенный было очень жарко но мне жалко еще собственно пиглиншу да потому что ей короче прожекторы прям в спину светили и они как печка были для нее и она стояла вот это вот у него такие усы охуенные я вам не буду весь трек болит да вот но но примерно песня об этом да вот она такая он где мой усатик вот а сзади и прожекторы прям спину хуярят она горит так откройте окно а я смотрю окно уже открыто ёпта вот уже все пиздец блять вот короче если чё держу в курсе мне когда разрешат ну точнее какие фотки мне разрешат выложить я их выложу на бусте до выхода клипа а уже когда клип выйдет я всем буду показывать я буду истории вот именно просто что там происходило я чуть-чуть поднабрался опыта я сидел такой следил потому что в пятницу мы будем снимать свой клип нахуй вот короче мы там полтора часа я дэнсел я был таким охуенным я притащил свою коллекцию сережек у меня там но только одна сережка правда понадобился и там в сережечке была она мне такая типа на ухо говорит ой ой можно я тебе сделаю сос ну короче это вы увидите реально когда клипчик выйдет вот и там такая прикольная чистопесенка и сегодня слушал специально чтобы рот открывать как бы под трек вот я там был просто охуенный да я я таким себя востребованным мужчиной знаете ли охотником не ожидал уже давно да то есть на мне были сфокусированы камеры для того чтобы запечатлеть мою сексуальность понимаете я никогда не мог поверить да что я буду ну в свои 23 года до без верхней одежды так сказать да меня еще и будут снимать как сексуальный объект да я всегда думал что у меня будет там пузико какое-нибудь такое висячие что и но это будет не секс вот а там еще тень так падала у меня то сиськи откачали но не до конца у меня еще жир жировая такая тут есть жирные сисечки но падала так тень как будто и мне накаченные сиськи как будто я блять качок сука так было охуенно короче я прикайфовал ну и потом мы вот это собираемся а у меня по сути из одежды вот эта рубашка сверху шуба ну вот и вот это вот хуйня блять и нам надо было еще поехать в кое-какое это другое место я сейчас расскажу куда мы поедем да я спрашиваю своего кента говорю а где это он ну дай мне адрес он говорит это там то там то ты в принципе блять пешком можешь дойти на пешком бы я бы шел бы минут 20 типа было не кайф вот и я я смотрю а это какая-то подворотня какая-то деревня но вы прикиньте уже темное время суток я с усами потому что я решил не отклеивать чтобы сегодня на стриме как бы засветить вам усики да я вообще планирую не снимать потому что мне идет принципе да вот короче я с усами блять в шубе в цепях нахуй синими волосами буду идти по каким-то подворотням ебаным я подъехал мой кент опоздал минут на семь блять я был хуй пойми где блять ко мне начали в какой-то момент короче возле меня проходили просто люди и косы на меня смотрели но потом я вижу через дорогу блять просто три пацана такие типа идут я думаю нет блять только не сюда нахуй только блять не сюда и они поворачивают и переходят дорогу нахуй именно ко мне я думаю но я в наушниках я вас типа не слышу блять я вижу они вот так вот идут ко мне и вот так вот блять этот делают вот это вот вот это типа блять сигареты я понимаю у меня флешбеки потому что блять когда у меня однажды попросили сигареты, мне после этого... Два раза в жизни такое у меня было. Я отдал, блядь, и мне дали потом пизды в плату за эти сигареты. Ну, как, не дали, но очень накалилась обстановка. Один раз я в нос получил. Я думаю, а нет, два. Вот. Я думаю, нет, блядь, у меня нет сигарет, отъебитесь. И я такой, ну, вот я напоминаю, да, я стою в шубе, в цепях, нахуй, с синими волосами, с усами, блядь, в подворотне на улице вечером в Ростове-на-Дону, блядь. Между прочим, Ростов-папа, нахуй, да, это... Потому что папа это, нахуй, гангстер. Потому что у нас криминальная, типа, Россия, блядь, знаете, ГТА, РП, криминальная Россия, ёпта. Вот. И я такой говорю, нет, у меня вейп, блядь. И я вот так вот поднимаю, типа, чтобы им показать, что у меня вейп. И замечаю то, что я из кармана достал, я обычно, ну, у меня, блядь, прошу вращения, да, куча вейпов, и я достал, нахуй, из кармана самые розовые, блядь, которые у меня есть. Я такой, у меня, блядь, ну, как я говорю, у меня вообще-то вейп, блядь. А как это выглядит? У меня вообще-то вейп, блядь. Вот. Я думаю, ебать, мне пизда, нахуй. Думаю, слава богу, я в наушниках, короче, они прошли мимо меня, я обосрался. Ну, так, не, ладно, я, ну, серанул так слегонца, я же всё-таки гангстер, блядь, типа, тоже жёсткий, да. Стою, подъезжает, короче, такси, вот, вылезает мой друг, открывает дверь, вылезает и говорит, ху, босс, залезай. Я думаю, ёбаный факт, и чё думает, блядь, таксист сейчас, чё подумает, блядь, чёл в шубе, нахуй, с усами накладными, блядь, в цепях стоит, какой кубос, блядь. Я думаю, я настоящий сутенер, что ли, по жизни. Я сажусь в такси, мы на этом такси проезжаем 7 метров, и он говорит, ну всё, приехали. Я выхожу, я говорю, нахуй я сел в это такси, блядь. Вот, он, видимо, просто по приколу, блядь, чтобы реакцию таксиста посмотреть, меня... Ну, короче, мы один дом проехали. Вот, вот, блядь, вот тут вот я сел, и вот мы проехали один дом. Значит, куда мы приехали, дамы и господа? В пятницу, ну, у нас съёмки клипа с Мелшером. И я подумал, что очень смешно будет, если чел в костюме Человека-паука в нашем клипе будет делать сальтухи и танцевать брейк-данс, блядь, и всякую такую хуйню. И мы пошли, оказывается, бизнес Хаги-Ваги и Леди Баг очень, как бы, устроен по-другому. Оказывается, это есть, ну, считайте, одна точка в Ростове, где куча нахуй костюмов. Они там берут в аренду эти костюмы, то есть они взяли, идут, отстреляли праздник, или отстреляли вот, когда у нас был стрим с Леди Баг, да? И потом они возвращают эти костюмы и идут домой там веселяться. Вот, мы туда приезжаем, мне говорят, а где... Ну, там выходит женщина такая, а где наши блогеры? Вот, а у меня друг, видимо, предупредил, и как бы на... Ну, на обывательском как бы языке сказал то, что ну, вот у нас есть блогер, типа, который приедет за костюмами. Вот, и она вот выходит и говорит, а где наши блогеры? И я захожу, и я так охуел, я пропитался атмосферой, короче, там, видимо, я насколько понял, там были аниматоры всякие, которые проводят праздник, да? Но они проводили праздник для себя, и сами для себя были в костюмах, прикиньте, сука, это было так охуенно, я думаю, ебать, как же люди ну, могут отдыхать, и они все на позитиве, они... Ну, прям у них просто застолье, они сидят, ну, они реально как-то источают позитив, блин, вообще кайфовая тема, я прикайфовал. И мне, короче, говорят, да-да, заходите, очень так мне уважительно все показывают, говорят, вот тут, блядь, что, сейчас будете клип снимать, давай. Вот, я говорю, не-не-не, там мы в пятницу клип будем снимать, там все дела, вот. Они говорят, вот у нас снимайте клип, вот, сходите, нас запускают в подвал, там гигантских два подвала, блядь, и все увешано костюмами вообще всех, нахуй. Вот просто кого можешь придумать, Барбоскины, блядь, там, эти, Черепашки-ниндзя, там, короче, все есть, блядь, вообще все. Я, я, ну, если я с ними подружусь, я могу каждый стрим, 365 дней в году, блядь, выдавать, блядь, будет каждый стрим, блядь, разные персонажи у меня. Мне, короче, начали показывать топовые костюмы. Вот, собственно, скажите, пожалуйста, как вы вот эту фотокарточку вообще можете прокомментировать? Я не знаю, тут Twitch одобряет или не одобряет вот эту данную фотокарточку, собственно, да, вот, ну, нормально. Вот мне тапочки дали, да, чтоб я вот прикайфовал. Вот такая вот, ну, и подкрадулечки, подкрадулечки, да, я извиняюсь. Вот, стаканы тут есть, там вообще все, блядь, чтоб вы понимали, ну, тут, тут этот, помимо костюмов, тут вообще все для праздников. И я там, у меня, мне дают, достает Саня вот так вот, достает бита. Мне говорят, да, да, это бита Harley Quinn, вам надо, типа, забирать. Я вообще охуел. Короче, RGB вайрус в реальную жизнь, да, ко мне попал. Вот, это первая фотокарточка у меня такая есть. Сейчас у меня есть вторая фотокарточка, я ее сейчас загружу, но это даже, возможно, повеселее, потому что у меня тут такое какое-то лицо такое, знаете, грустненькое, как будто слегонца. Сейчас я вам тоже продемонстрирую. Вот, прошу обратить внимание, да, вот, это меня съел Хаги-Ваги. Вот, это я вот такой вот. Ну, вот, ну, собственно, я вот так вот стоял, блядь, снаружи и, ну, ладно, без вот это, хотя это просто продолжение моей прически, как вы можете понять. Вот. Ну, я такой чисто на кайфе, кайфарик, вот это все померили, вот, и, типа, мы садимся такие, типа, с Саньком, да, разбираться вообще, что делать. Вот, я говорю, а, Саня, это вообще чё стоит? Вот это вот чё, что это будет, сколько будет стоить арендовать вот эти костюмы, тут помещение арендовать. И мне Саня такой, говорит, чё, ты просто про них должен сказать, типа, ну, в клипе, под клипом, типа, там, где-нибудь ссылку на них оставить. Я такой, ебать! Нихуя себе! Короче, чё мы придумали? У нас с Саней день рождения в один день, 5 апреля. Поэтому, мы расставляем, нахуй, камеры, блядь, мы туда идём, там расставляем камеры, и там у нас будет день рождения, нахуй, это всё будет стримиться, и там нам будут праздники проводить, блядь, все, кого закажут в чате. Я так себе, я очень хочу, типа, ты кидаешь, блядь, донат, аниматор уходит за этот донат, надевает костюм специальный, возвращается и устраивает нам конкурсы, и мы на этих конкурсах будем унижаться, и всё такое, ну короче, всё по классике, там Костика Смерча будем заставлять, там через скакалку прыгать, ну короче, чтобы вообще было всё на хайпе, мы попытаемся насчёт этого договориться, да? Короче, я прощаюсь с этой компанией, я растрогался, как они... А, у меня, у меня за это время два раза спросили, настоящие ли у меня усы. Ко мне подходили, говорили, а усы у тебя настоящие? Я думаю, ну неужели, ну типа, ну кстати, возможно выглядят как и настоящие. Я говорил, что это накладные усы, и тогда у них ещё больше на лице читалось, что они ничего не понимают, типа, чел просто ходит с накладными усами, ну, а я говорю, нет, я только что в клипе снимался, вот мы в пятницу будем клип снимать, а я только что в другом клипе про усы снимался, вы просто не понимаете, вот, ну вот такой вот хуйню несу, они думают, ты чё, дурак, бля, ты чё, ёбнулся, типа, ну, а я ещё зашёл, ну понимаете, тоже туда, где это наши блогеры, и блогер, блядь, в шубе с этими, с цепями нахуй такой, типа, и в усах накладных, аааа, hello, вот, короче, мы, вот, мы прощаемся, я говорю, слушайте, а можно же, вот реально будет у вас на день рождения сюда прийти, и, чтоб вы нас, вас оставили, чтоб мы тут стримили, и конкурсы всякие, дурацкие проводили, типа, вот, она говорит, да, 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 и мы выходим, и мне Саня говорит, типа, конкурсы, я говорю, типа, блядь, Саня, дурацкие конкурсы, с точки зрения нашего возраста, типа, я не хотел никого обидеть, а он мне говорит, они, эээ, это вся их работа, вся их жизнь построена, на, на конкурсах, на этих, и ты просто оскорбляешь, когда ты говоришь, что эти конкурсы дурацкие, ты, типа, намекаешь на то, что их работа полная охуйня, и я такой думаю, ебать, я реально, типа, чмо, ну, типа, если они так воспринимают, весь зал был только из аниматоров, прикиньте, вот, все, все люди, которые там были, это были только и аниматоры, и были, вот, ну, и, короче, нормально, а, еще прикол вам тоже могу рассказать, мы сидим такое, обсуждаем, что там будет в клипе, и подходит чел, и говорит, а вам нужны лица руки, я думаю, что, он говорит, ну, лица руки нужны вам, я думаю, какие лица руки, ну, первое, что я придумал, ну, представляю, это то, что вчера в клипе Моргенштерна, у него сзади было его же лицо, я думаю, такая тема, он говорит, нет, я модель рук, вот, я, я бы подумал, что он несет полную хуйню, если бы я не смотрел Зулендера, а в Зулендере, это же фильм про моделей, и, чел, он профессионал, он говорит, я учился на модели рук, на это учатся люди, модель рук, вот, но это, видимо, чтобы, вы знаете, там фотокарточки, там, маникюров каких-то делать, или, я не знаю, перчаток, чел учился на модель рук, я охуел, реально, думаю, нихуя себе чел профессионал, вот, он говорит, если нужно, типа, лицо фактурное, а у него реально, типа, вот, именно, вот, лицо такое, интересного характера, да, такое выразительное, вот, он говорит, если лицо нужно, я модель лица, и я модель рук, вот, я вспоминаю клип, да, который мы собираемся снимать, где человек-паук будет танцевать брейк-данс, туда модель рук, ну, не очень подходит в клип, где человек-паук, напоминаю, будет брейк-данс танцевать, типа, ну, слишком разные вещи, я говорю, извините, конечно, не надо, но я говорю, а что вы еще умеете, он мне надиктовал, что он там умеет, короче, я думаю, надо его позвать, да, кстати, пока я в образе, пока я в образе, мистер и наречики, вы можете заказывать вообще байты на подписке, потому что такого больше не будет, усы уже начинают отклеиваться, вот, с этой стороны у меня тут, да, 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 опять час рифмы ебучие, слушайте, это, мне кажется, будет, типа, охуенно, вот, слушайте, ну, мне вообще идет, реально, мне кажется, я, ну, на хайпе, можно было бы, конечно, какой-нибудь получился, я посмотрел видео, где было сказано, то, что через года два, усы будут у всех, нахуй, это будет, типа, ну, модно гонять в усах, и, ну, нормально будет, собственно, да, если хочешь, чтобы тебя окружали только телки, подпишись на стрит, нарезки пятерки, ай, блядь, да, да, сейчас, если хочешь, чтобы тебя окружали только телки, или, что там, а да, Если хочешь, чтобы тебя окружали только тёлки, подпишись на стрит нарезки пятёрки. Это, ну, оставить с пуком, типа это я пёрнул. Ха-ха-ха, я пёрнул, я пёрнул. Привет, Кирюша. Сделай плес приветствия для канала Нарезчика Кухня Пятки Эх. Блядь, это просто пиздец. Привет, а ты подписан на Кухню Пятки Эх, блядь, это просто пиздец, там этот выговорить это название канала. Привет, привет, а ты подписан на канал Кухня Пятки Эх, блядь. ТАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА мой образ сегодняшний. Ничего себе. Ты похожа на тело, которое там еще с усами и с лапкой, который еще. Слушай, а ты меня можешь сейчас зайти в диск и вот прям реально научить делать сигму? Я хочу с этими усами в этом образе сигму сделать. Давайте. Наверное, без очков, но в очках... Нет, я и без очков. Прекрасен. Вот так нормально? Там надо два движения. Я только понял. Я недавно только понял, ну, что надо сначала вот так сделать, а потом вот так. Сейчас, сейчас. Ну, сейчас меня мистер пятерка научит. Да. А ты можешь свое фирменное приветствие? Блядь, я от него тащусь реально. Сейчас, подожди, подожди. Да, да, да. У меня футболочка крутая, смотрите. Блин, ну ты настоящий лев, мистер пятерка. Ну, этот, давай, учи. Как делать? Ну, надо сначала вот так поднять брови и вот так вот. Вот. Ну, ты можешь стрим включить и посмотрите, у меня получается? Да. И сожмурится как-то. Вот так? Так. Ну, короче, я не знаю, как-то. Но я как-то заделаю. Ну, покажи, вот несколько раз покажи, чтоб я запомнил. Блядь, ну ты, короче, как-то... А, а... А, все турбру, чтоб нормально. Давай, да, да. А как трубочку? Просто трубочку делать или что? Как буду? Да. Просто вот так вот. Так, и потом, и потом. А, а потом улыбнуться как надо? Как улыбнуться надо? Не, вот, вот... Не, ну ты делал, когда... О, вот, да-да-да-да. Да-да-да, как ты это сделал? Просто вот так вот. Просто лютый фейс. Все, сейчас я попробую. Я сейчас попробую, а ты скажешь, получилось у меня или нет. Сейчас смотрю. Сейчас, сейчас. Ну, получилось? Хуйня, короче. Ну, а что ты сказал, короче? Путюс. Ну, какая у меня только одна бровь двигается, я не могу вторую поднять, блядь. Сейчас. Вот. Да, блядь, как это сделать, сука? Блядь, покажи еще раз. Да как ты это делаешь? Сейчас. Так. Схмурить? Вот, смотри, вот схмурил. Так, вот, смотри, вот так нормально или нет? Не, вы зритесь. На как, блядь? Сейчас. А? Хуйня? Ну, вот пишу, что надо схмурить и поднять люто. Вот так вот. И... Чё это за хуйня? А, это проехали мимо. Блядь! Я не понимаю, типа... Нет, я понимаю, но я не понимаю. Сейчас. Короче, вот это надо наверх, вот эти вниз. Нет. Ну вот, блядь, а у меня так просто не работает. Да чё тебе надо, нахуй? Сейчас, сейчас, сек. Да, Суджи. Алло. Да. Научить? Ты умеешь. Сначала хмуришь брови и смотришь, ну, примерно по центру, чтобы вот эта часть, вот эта часть, она у тебя была, ну, вот, нахмурена прям 100%. Так, пробуй сейчас. Ага. Так, потом. Подожди, давай так, сука. Ты сам покажи сначала сигму, чтобы, ну, было понятно, что ты умеешь. А то ты, блядь, меня учишь, а сам нихуя не умеешь, блядь. Давай. Сейчас. Блядь. Именно сигму или гигачада? Да мне похуй, кого. Ну, я обычно делаю так. Так, я изначально, ну, сигму не умел, я делал гигачада, я как-то сам научился делать сигму. Ну, я гигачада делаю так. И это движение, это движение, она у меня перенеслось сюда само. Получается, охмуришь, сначала охмуришь брови, и потом поднимаешь лоб, именно лоб, как будто, ну, вот, глаза ты поднимаешь. Но брови ты до сих пор охмуришь. Вот, я сделал сейчас. Сейчас, погоди, я посмотрю на стрельня. Нет, 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 нет. Так, вот, смотри, нахмурил, вот, поднял. Тиху ты. Смотри, ты, ээээ, Ха-ха-ха-ха, ты так свежно выглядишь. Э-э-э... У тебя брови, у тебя брови, они должны, ну, не должны подниматься вверх. Они у тебя должны быть посередине, в одной точке, где тебе переносятся. А как мне поднять лоб без бровей, блядь? Ну ты про... Местер пятерка. Сначала давай так, подними сначала лоб. Подними сначала лоб. А потом уже пытайся захмурить брови. Ты старать хочешь? Чё, не получилось? Хуйня? Ну, блядь, как? Похоже на... Похоже на гачи лютого мэма. Ну, это... Ты когда... Смотри, ты когда брови поднимаешь, смотри, на мою вебку, они у тебя, вот эта часть поднимается. А нужно, чтобы вот эта часть у тебя, она сблизилась и вверх поднялась. Я не знаю, ну... Ну, это настолько просто, может реально у тебя не получается просто из-за этого. Да? Сейчас получилось? Да, блин, у меня... Я когда из Дискорда перехожу на твой стрим, у меня просто закрывается лапка. Ну, чё, нормально будет? Ну, прогресс есть, прогресс есть. Да, спасибо. Не, мне кажется, во-первых, я не хочу учиться на оригинале мимо, потому что, очевидно, у Мистера Пятерки лучше получается вообще, чем где бы то ни было. Ну, блядь, я просто, получается, я не могу, у меня, может, не развиты вот эти вот именно мышцы. Походу, вот так должно быть. Ну-ка, давай, у меня же изначально тоже Сигмы не получалось, я делал гигачадо изначально. Смотри, попробуй гигачадо. Сначала выкачиваешь воздух из рта, и у тебя должно получиться, ну, примерно так. Потом, потом, ты зажимаешь зубами, получается, щеки изнутри. После этого, после этого, ты пытаешься улыбнуться, но, как бы, уточкой, когда я тебе в прошлый раз говорил, ты это делал, ну, просто трубочкой, нужно, чтобы, наоборот, улыбка была шире. Вот, смотри, сейчас. Сука, сейчас. И потом... И потом, когда ты это сделал, у тебя это место, оно у меня само напрягается. Само. И, может быть, это даст тебе потом, ну, чтобы ты так же мог делать. Почувствовал мышцы. Попробуй несколько раз повторить. Так. Давай, два раза повторяй, а на то он стрима смотрю. Угу. Либо ты не до конца вакуум делаешь. Угу. Так, а теперь пытайся, вот, зажми прям зубами, щеки. Угу. Угу. Так. И теперь брови, вот, вот, хмурься, хмурься. Просто хмурься, как будто ты злишься. Угу. 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 А теперь напряги лоб. Угу. 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 Все, спасибо. Ну да, ну, умеешь, умеешь, умеешь. Спасибо, учителя большое. Спасибо, спасибо. Ну-ка, давай, так, давай, сейчас Вот, давайте все Втроём, втроём, втроём Надеюсь, получилось Мэнди, ка чё ты делали? Ну всё, всё, да, кайфово Всё, я почти смог, спасибо, спасибо большое, учителя-сенсэя, спасибо Всё, давай О, сейчас, рифмы к словам Если ты фанатка феминизма, подпишись на канал Нарезки от Лиги Кубизма Антагонизма, коллективизма, мандернизма, капитализма, федерализма, нигилизма Ревматизма, клизма, ебать Блять, как-то сейчас, подождите Я хочу объяснить, что нарезки через клизму прям в тебя попадают На канале Лиги Кубизма У нас нарезок целая клизма Войдут в тебя на канале Лига Кубизма Нормально? Ну такое, типа Ладно, дальше Садизма Аскетизма Рационализма Автоматизма А Довёл поставку лайка до автоматизма Я смотрю на лес Ту, блять Довёл поставки лайка до автоматизма Я смотрю нарезки на канале от Лиги Кубизма На канале Лиги Кубизма Да похуй Ладно, сейчас ещё тут какие-нибудь Сейчас, сейчас, сейчас Граммы, тонны, килограммы оптимизма Только на канале от Лиги Кубизма Подписывайся Быстро Вот А, вот, да, да Хочешь море оптимизма? Подпишись на Лигу Кубизма Ладно, вот это тоже под образ может подойти Не хочешь швабру вместо клизмы? Подпишись на Лигу Кубизма Кстати, ребят, я вам рассказывал о том, что у Сони есть немного лонатизма Подпишись на канал от Лиги Кубизма Такое, чтоб внезапно было Да, да, да Ты хочешь, чтоб у тебя была, как у меня, харизма? Подпишись на Лигу Кубизма Если не хочешь умереть от тупизма, подпишись на Лигу Кубизма Может быть наоборот? Если хочешь умереть от тупизма, подпишись на Лигу Кубизма Да? Алиса, хидроид хотлайн Майами Да, блядь, когда уже, нахуй, там, самый главный момент Блядь, да еще чуть-чуть, нахуй Сейчас, сейчас Блядь, еще, еще Блядь, еще, еще Блядь, еще Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Да, я прошу прощения, я там должен был вроде город посмотреть Я просто отработал сейчас интеграции, реально, это сейчас полмиллиона рублей я заработал на вейпах Сука, с этими усами всё смешно нахуй теперь Я просто улыбаюсь и уже смешно, но я когда улыбаюсь, они отклеиваются Знаете, который Джокера играл, он постоянно облизывал, вот так делал А потом сказали, что это вообще-то с него грим спадал и он постоянно так ровнял грим Вот я тоже так, блядь, постоянно, блядь, ну я не просто усы глажу, нахуй Я просто их обратно приклеиваю, блядь Алё, короче, смотри, сейчас его разверну, чтобы ты понял Блядь, во мне зверь проснулся, нахуй Тебе с крылышками или без? Давайте так, перед прощанием, просто я последнее вам скажу Я, если честно, вас всё это время наёбывал Типа, простите, дорогие зрители, но я вас наёбывал реально всё это время На самом деле, это не настоящие усы, они были приклеены Простите, я долго это скрывал, но мне пришлось Просто по-другому меня бы не смотрели Субтитры сделал DimaTorzok